Эй народ, всем привет с канала Голодная Полка, продолжаю серию роликов, в которых я обсуждаю оригинальные релизы различных русских издательств, и сегодня речь пойдет о Wizard Comics. Посмотрим, что у них вышло за последнее время, что хорошего, что возможно не очень. Давайте начинать! Это сборник стихотворений разной тематики, проиллюстрированный Максимом Степановым. Здесь есть о любви разбитом сердце, и хорроры в библиотеках, или превращение в короля мух, и оды любимому городу, который многолик, и все видят его по-разному. В общем, довольно разношерстные антологи и раскадровки вышли замечательными. Здесь нет стандартной панельной сетки. В основном это одиночный арт на страницу, или своеобразные сплэш-пейджи, которые похожи на целостную композицию, запечатляющие в себе множество событий, плавно ведущих повествования и перетекающих от момента к моменту. Художник Максим Степанов придает всему нарративу удивительный налет бертоновской, геймановской сказки, и видно, что делает это осознанно. Потому что ты видишь преемственность, эти спирали в геометрии, черно-белые полоски. В общем, красиво, очень красиво исполненная книжка. Из минусов парочка коротких стихотворений мне показались слабенькими и деревянными по своей структуре рифмы. Например, на каких-то из строчек Валерии Жуковой я спотыкался, потому что она сама задает размер, и затем просто ему не следует, сбивая ритм. А местами это больше походило на хоку, чем на стихотворную форму. Но оставшееся большинство в книжке очень притягательны. И это не были слащаво-приторные поделки, а довольно классные произведения, которые наполняли твое воображение множеством различных красок. Например, читая «Ты будешь мне всегда примером», я из головы не мог выкинуть своего у жены непокойного деда, который был просто замечательным человеком. Поразительно, как это запало в меня. А основная история, я все-таки считаю основной именно историю Дарни Земной, которая самая первая в этом сборнике, вышла отличной сказкой с грустным финалом. Аудитории попкорновых комиксов или детям, которым нужна именно супергеройщина, эта книжка явно не зайдет. Да, собственно, она и не метит в эту аудиторию. А вот взрослый читатель, творческие люди, которые открыты к подобному, которых привлекает эдакий неформально-хорроро-сказочный мотив, очень даже оценят эту книжку. И, к примеру, среди моих знакомых нашлись люди, которые тоже захотели себе на полку эту вещь. Настоящий герой казался для меня большим сюрпризом. Это комикс о парне, работающем простым учителем в школе. Его зовут Михаил, и в начале комикса он прям бесхребетная размазня. Типичный образ советского физика, а-ля Лапенко, которого не уважают ни ученики, ни коллеги учителя. Его бросила жена, а сын считает его тряпкой. И мы, как читатели, вступаем в эту историю с момента, когда ситуация уже крайне невесела и на своем пике. Сын Михаила хочет видеть в его лице героя, но тот не оправдывает его ожидания, из-за чего у обоих мерзкое чувство. Однако, наш батя не так прост, потому что нам явно дают понять, что он обладает некой скрытой силой. И специально не высовывается, пока в какой-то момент ссора отца с сыном не приводит к переезду мальчика с матерью и отчимом в Новый Город. И, что ж, наш герой окончательно опускает руки, пока не находит книжку комиксов сына, где парень главному герою пририсовывает очки, явно видя супергероя своего отца. И, что ж, с этого момента в Михаиле что-то щелкает, и он решает кардинально изменить свою жизнь. Не строить больше из себя слабака, и в этот момент формирования нашего весьма странного супергероя появляется весьма странный злодей. Это инженер-конструктор Иваныч, чьи научные труды были украдены олигархом, а теперь он потерял вообще все в своей жизни и решает отомстить. Это комикс, от которого вообще ничего не ждешь, но он оказывается сразу всем. В центре книжки антигерой, загнанный в кризис среднего возраста и столкнувшийся с сапогем конфликта отцов и сыновей. Его жизнь это клеймо неудачника, но в какой-то момент стакан оказывается переполнен, и персонаж на наших глазах эволюционирует во что-то большее. Это комикс, в котором нет ничего нового, но это гладко и прилежно собранный калаш из всего, что вы уже видели. Эдакая помесь семейного кино с Джимом Керри в главной роли, с чем-то супергеройским и типичным для жанра подобных книжек. А злодей книжки Иваныч, очевидно, что это калькас Отто Октавиуса, который пытается отомстить Норману Осборну. Только Иваныч здесь простой человек, точно такой же, которых вы каждый день видите на улице. И он пытается отомстить олигарху, который типичный толстосун, те люди, из-за которых в нашей стране происходит слишком много отвратительного. То есть подача в такой знакомой для нас российской обертке, российского городка и такие честные образы героев дают истории свежесть, где суперзлодею очень сопереживаешь и, если честно, ты хочешь, чтобы его месть завершилась успехом. Однако в порыве ярости наш суперзлодей не замечает, что мчится чуть ли не по головам невинных жителей, а этого уже не может допустить наш главный герой Михаил, оказавшийся защитником здесь абсолютно случайно. Повторюсь, да, здесь нет ничего нового, но в деталях этой истории есть маленькие мелочи, которые делают ее такой настоящей. Репортерша, которая ценой жизни готова снимать погром, чтобы хоть как-то продвинуть карьеру. Чертов олигарх, отмывающий миллионы денег через технологическую фирму, ворующий чужие проекты и разрушающий судьбы сотрудников этой фирмы. Михаил, который хочет быть примером сыну, которому так нужен отец-герой, но скелет в шкафу сковывает желание прорвать эту защитную маску. Что-то на манер того, что было в первой суперсемейке пиксаровской много лет назад. И все это соткано просто идеально. История плавно развивается, ее апоген становится битва двух персонажей, А вам, как читателю, хочется болеть за обоих, потому что оба персонажа кажутся хорошими людьми. И это только первый выпуск. В конце продолжение следует. Книжка была классно проиллюстрирована, крайне динамична. Прочитал ее на одном дыхании. В ней действительно отличные диалоги, а не деревянная театральщина. Вновь повторюсь, Влад Максименко отличный сценарист. Здесь также были свои забавные шутки-пасхалки. Вроде ментовских сериалов на НТВ, явная шутка на комментарии читателей, комиксы Новый Центурион, отсылочки к агентам Фоксла, Терминатору даже. Я остался бы доволен, если это был бы простой ваншот. А здесь, оказывается, продолжение следует, что даже круче, настоящий герой создает впечатление настоящей, профессиональной работы какого-нибудь Дархорса или Имидж. Возможно, это вышло случайно, но вот это уже будет видно по тому, каким получится следующий номер. Очень заинтригован. Определенно, один из лучших русских, получается, ангоингов. Ну и буду надеяться, что следующий выпуск выйдет в ближайшие несколько месяцев, потому что уже хочется сейчас читать продолжение этого комикса. Вышло продолжение комикса о секретном агенте Викторе Фоксла, эдаком агенте 007, который пытался начать обычную мирную гражданскую жизнь в роли держателя кофейни, но его бывший начальник, руководитель МСБ, всячески пытается вернуть нашего героя на шпионскую службу. Я уже делал обзор на эту серию, поэтому сейчас обсужу только то, как развивается комикс. И второй том знакомит нас более детально с главой МСБ и раскрывает его как злодея, стремящегося к мировому порядку под его началом. Для этого он собирает свою версию отряда самоубийц. Основной сюжет в сборнике, как всегда, разбавлен маленькими скетчами и мини-комиксами. Во втором томе у нас просто шикарный шамаш на Хранителей, Город грехов в одном флаконе. Немножко отсылочек, потому что стало мемом. Очень рад, что комиксы, проекты Имидж набирают такую популярность. Ну и второй том — это развязка формировавшегося конфликта, поэтому вторая половина книжки сконцентрирована уже на экшене. И подобных сцен действительно не хватало в первом томе. А переключение оружия в смертельный режим и показ выстрела из него в стиле заставки 007 было очень даже изобретательно. К слову говоря, с появлением экшена в комиксе стали появляться нечастые, но проблемы в визуальном повествовании. Как, например, выстрел в спину Флоксла, а на следующей странице почему-то он оказывается впечатан в бетонную стену. Как кто-то стрелял ему в спину, если за его спиной была бетонная стена, ну или телепортирование в другое окружение можно было бы объяснить тем, что после выстрела в спину нашему герою МСБшная лось швыряет его в стену. Но этого броска тоже нет на страницах. И таких дыр в визуальном повествовании художник обязан не допускать. И раз уж я приступил к обсуждению реализации, то в сравнении с первым томом все осталось на том же самом уровне. Не стало хуже, не стало особо лучше. И из-за этого немножко обидно, потому что в этом комиксе гораздо больше потенциал. Здесь все еще есть слегка странная работа с лаймворком. Я все так же не понимаю, почему он серый, если бы он был черным, это лучше выделяло бы персонажей и придавало контрастности. Все еще рисунку местами не хватает детализации. И все еще хочется отличных бэкграундов. Это хороший комикс, но если прокачать озвученное и добавить маленьких невербальных шуток, дать художественной части, дожимать комедийность истории и быть немного более детализированной, то просто хороший комикс для детей превратится в отличнейший комикс, способный притягивать и более взрослого читателя. Дайте вот таким установочным кадрам больше деталей, и они привлекут куда больше аудиторию. В целом я с все таким же интересом читал, изучал второй том Фоксла и буду ждать третий том. Пока что это все такая же хорошая серия для читателей до 10 лет. Хотелось бы, чтобы в ней появилось что-то и для взрослого читателя, как в каких-нибудь диснеевских проектах. Надеюсь, что серия продолжит развиваться. Ну а по итогам хочется сказать, что стала заметна большая продуктивность в Визард Комикс. Качество работ выросло, а релизов стало больше, чем раз в полгода по чайной ложке. Растет количество весьма харизматичных работ, которые смело можно советовать. Ну и будем надеяться, что у ребят все будет получаться, и они продолжат нас радовать замечательными релизами. Вы были шикарны, это были Визард Комикс, и до встречи в следующем видео.